Всем привет! Этим видео мы начинаем блок тем по тестированию. Будем двигаться с самого начала, с самых азов и постепенно продвигаться дальше, по мере сложности. Поэтому я думаю, это видео вам очень даже понравится и будет полезно, особенно если вы новичок. Я постараюсь максимально без воды. Мне кажется, самое главное это начать пробовать ручками, как это все выглядит, а потом уже разбираться постепенно и усложнять. Это и задача этого видео. Если вам оно понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и будут еще новые подобные видео. На этом канале также есть видео не только по тематике тестирования, но и других. А также на этом канале есть другие видео по тестированию, которые я ранее выложил. Но понимаете, что они менее структурированы, но тоже полезны. А это я постараюсь максимально правильно, четко структурировать, как я хотел с самого начала. Поэтому погнали и давайте будем разбираться. Автоматизация это понятие гораздо более широкое, чем просто автоматизация тестирования веб-сайтов, мобильных приложений или настольных приложений. Конечно же, люди всегда к этому стремились. Еще с 19 века, да. Возьмем, к примеру, ткацкие станки. Они использовали перфокарты для того, чтобы забивать туда определенную программу. А потом на основании этой программы, с помощью аналогового способа, конечно, там все это обработка велась аналогово. Но тем не менее, ткацкие станки, они, значит, работали на основе вот этой программы, зашитых перфокартой. А сейчас, конечно же, автоматизация это гораздо более иной процесс, гораздо более сложный. Но, с другой стороны, сейчас у нас уже есть искусственный интеллект, и мы можем использовать его возможности. И, конечно же, в этих уроках мы также рассмотрим искусственный интеллект как возможность помощи тестировщикам-автоматизаторам. То есть, это весьма интересно. Когда же мы говорим об автоматизации тестирования, то она состоит буквально из нескольких шагов. То есть, первый шаг. Необходимо запустить тестируемый ресурс. Ну, например, страничка, веб-сайт, да. Либо запустить мобильное приложение. Либо открыть, значит, приложение на компьютере. Второй этап, это, конечно же, произвести определенные действия с этим сайтом, либо приложением. Мы просто заходим, нажимаем на кнопки определенным образом, то есть, как мы прописали в скрипте, да. И эти кнопки, соответственно, нажимаются. Ничего сложного в этом нет. Третий же этап, это непосредственно проверка того, что было исполнено. Мы проверяем то, что вот мы нажали, соответствует ли оно с тем, что мы ожидали от программы. То есть, открылось ли окно, появилась ли определенная кнопочка, закрылось ли определенное окно. Проверяем текст в текстовых полях, проверяем еще какие-то события. Мы просто проверяем то, что произошло с тем, что мы ожидали. Вот и все. Весь смысл автоматизации только в этом. На основании этого мы, конечно же, генерируем отчет и показываем его пользователю. То есть вот мы изгенерируем отчет и узнали, окей, есть ошибки в том-то, в том-то и в том-то. Или нет ошибок в этом. Поэтому давайте рассматривать это на конкретных примерах. Итак, нам необходимо автоматизировать вот эту вот формочку. Что у нас здесь есть? Итак, у нас есть полное имя, email, текущий адрес, адрес постоянного проживания. Все, нам необходимо заполнить эти поля, после этого нажать кнопку Submit. Вот на этом и будет заключаться наша основная работа по написанию скрипта. Для того, чтобы написать наш скрипт, мы будем использовать среду, которая называется IntelliJ IDEA. Вот ее официальный сайт, chatbrains.com.idea. Если мы сюда зайдем, у нас есть несколько опций. Скачать версию, которая платная и которая бесплатная, конечно же. Вот если мы перейдем сюда на Download, мы можем скачать бесплатную версию. Не качайте эту версию, ребят, потому что очень многие допускают ошибку скачивать эту, а потом она требует лицензии. Поэтому используйте эту версию. Нам для наших экспериментов вполне достаточно Community Edition. После того, как мы все установили, мы можем запускать эту программу IntelliJ IDEA. И нажимать New Project, то бишь новый проект. Открываем, пишем название проекта. Будет Test Automation. Далее, что важно. Мы используем среду сборки проекта, которая называется Maven. Вот она. Выбираем ее здесь. Для чего нужна система автоматизации сборки, такая как Maven, Gradle или любая другая? В нашем проекте мы хотим добавить новый функционал, новый модуль. Правильно? Правильно. Допустим, этот модуль это Selenium, то есть система автоматизации браузера. Чтобы его добавить, нам необходимо либо скачать все это с интернета, то есть выключить все файлы и перенести в наш проект. Это проблема, в общем-то, трудоемкая, так как каждый раз перекачивать туда, закачивать, ну, неудобно просто получается. А более того, новая версия выходит, продуктор, и что? Нам снова взять, скачать все это с сайта, перенести туда, ну, в общем, неудобно и не масштабируемо никак. Поэтому для решения этой конкретной проблемы был придуман такой инструмент, как тот же Maven, Gradle и другие системы сборки. Мы просто указываем, откуда нам взять этот определенный модуль, и автоматически он скачивается в наш проект. Более того, если нам нужна какая-то другая версия, скажем, Selenium, какая-то иная версия, да, мы можем просто прописать это в свойствах Maven файла, и все, оно скачает необходимую нам версию. То есть мы можем либо понизить версию, либо повысить. Это также важно, потому что все модули в нашем проекте должны между собой согласовываться. И если версии какие-то не те, могут возникнуть проблемы. Поэтому такое вот решение, простое и лаконичное. Далее нам нужно указать версию Java. Если у вас не установлен Java, вам нужно сначала поставить Java GDK. Если она установлена, она будет показана здесь. Далее что оставляем? Add sample code, таким образом он просто добавит hello world code. Просто как это базовый код и все, для нашего проекта, пускай так и будет. Остальное оставляем как есть. Не указываем create git repository, потому что нам в репозитории не нужен. Поэтому нажимаем create. Далее, после создания проекта нужно пару слов поговорить о его структуре. Итак, у нас есть класс main, в котором есть метод main. Вот это, друзья, это точка входа в программу. То есть, если мы нажимаем запуск нашего кода, вот по кнопке play, то у нас пишется hello world. То есть, все хорошо, наш код работает. Java работает. То есть, на этом можно понять, что окей, наша среда настроена. Далее, что важно. Вот мы говорили про Maven, систему сборки. Так вот, если мы зайдем в pom.xml, здесь мы можем указывать необходимые нам зависимости, пакеты, все что угодно. Поэтому, как раз таки, давайте добавим зависимость для Selenium. Это как мы будем сегодня автоматизировать. Где же найти эту зависимость? На сайте mavenrepository.com. Если мы зайдем сюда, вот, пишем Selenium. В результатах поиска первая нам попадается Selenium Java. Тыкаем здесь. Нам нужна последняя версия. Ну, потому что самая разумная, использовать последнюю версию. Если вы хотите какую-то другую версию, можно ее также найти здесь. Указываем 4.2.6.0. Далее появляется код, которым мы можем вставить наш maven файл. Вот он здесь. Также есть для Gradla. Но мы сегодня рассматриваем только main. Поэтому копируем это все и вставляем в наш проект. Здесь нам нужно указать тег dependencies. Потом вставить наш код. Вот, dependency. Смотрите, вот так вот оно работает. Нажимаем здесь кнопку скачать, чтобы зависимости скачались с внешнего сайта. То есть с mavenrepository. После этого необходимые модули Selenium появятся в нашем проекте. И мы сможем их использовать. Пару слов про организацию проекта. По-хорошему, тесты должны располагаться в папке test. И здесь вот они должны запускаться. Но, так как у нас упрощенный сценарий, упрощенный кейс. А в последующих кейсах будем все это правильно прописывать. То у нас все это будет находиться в классе main в этой папке. В папке java. Где обычно запускается обычный код. Не тестируемый, а просто запускаемый код. Мы удаляем папку system.outprintln. Сейчас будем писать код по автоматизации. Прежде чем это сделаем, так же вот что посмотрим. Как только мы прописали в pom.xml эту вот строчку, да. У нас в external libraries также прописался Selenium. Здесь вот он Selenium. То есть таким образом мы скачали все это с интернета и разместили у нас локально. Теперь можем писать наш код. Итак, мы используем класс webdriver. Вот он, webdriver. Видите, как только мы набрали webdriver, он тут же у нас появился. Потом создаем экземпляр класса, который будет называться driver классический, да. Вот называем так его. И пишем равно new firefox driver. Почему firefox driver? Ну, я для этого конкретного примера решил использовать firefox. Конечно же, вы можете вместо этого написать также и chrome driver. Допустим, можете написать new и пишем здесь вот chrome driver, да. Chrome driver. То есть в зависимости от того, какой браузер хотите использовать. Кроме хрома там еще есть также edge, пожалуйста, и интернет-эксплорер. И я также должен быть. Интернет-эксплорер драйвер, вот он. Итак, firefox driver. Прописали. Что мы сейчас будем делать? Конечно же, загружать наш сайт. Скопируем полную ссылку здесь. Открываем тут снова и пишем driver.get. И пишем здесь у нас нашу полную ссылку. Секундочку. Driver.get. Это один из самых важных и базовых методов, которые мы используем для автоматизации. То есть мы загружаем определенную страницу. Поэтому, естественно, мы не обходим это все дело стороной. Да более того, во всех курсах по тестированию, во всех книгах всегда, это упоминается первым делом. Вот driver.get. Ну, естественно, мы исключением не будем. Но я еще добавлю, что кроме driver.get, там есть также и другие интересные методы. Допустим, навигации обратно, навигация на следующую страницу, перезагрузки страницы, расширение окна и другие методы. То есть нам важно понимать, что в принципе у нас весьма широкие возможности по автоматизации. Мы можем делать что угодно с нашей страницей. Не только искать элементы с ними взаимодействовать, но также с браузером производить некоторые манипуляции. Продолжаем дальше. Итак, казалось бы, все готово. Должно сейчас все работать. Давайте попробуем запустить. То есть, по идее, он просто должен открыть сайт. Давайте нажимать, смотреть. Смотрите, даже открылся браузер Firefox. Казалось бы, все должно работать. Но нет. Хоть браузер-то и открылся, но мы сразу видим здесь в консоли у нас ошибки. И ошибка вот какая. Could not start a session. Значит, почему это произошло? А это произошло потому, что мы не прописали путь к драйверу, который будет взаимодействовать с браузером. То есть, грубо говоря, наша программа пока не знает, как взаимодействовать с нашим браузером. И для этого необходим специальный драйвер. Ну, как обычный драйвер для устройства есть. Так вот, есть также драйвер для браузера. Необходимость вручную прописывать путь к определенной версии Chrome-драйвера или Gecko-драйвера или любого другого драйвера для взаимодействия с веб-элементами не обязательно. Можно использовать специальный фреймворк, который за вас решает эту проблему. Наиболее часто используемый это WebDriver Manager. Он позволяет эту проблему решить. Он будет за вас скачивать необходимую версию драйвера и все. После этого все будет хорошо работать. Другая опция это же Selenit. Про Selenit у меня также есть видео на канале, но мы отдельно будем его еще разбирать. То есть, можно использовать Selenit, который, грубо говоря, вообще упрощает, в принципе, весь синтексис Selenium. И он очень многое за вас делает. И вообще, в принципе, там есть и плюсы и минусы в его использовании. Но, тем не менее, если использовать Selenit, он за вас будет скачивать нужную версию Chrome-драйвера, Edge-драйвера, до какого угодно драйвера, и все будет хорошо работать. Но, так как мы говорим про это все академически, ребят, следовательно, мы должны разобрать ручной способ введения драйвера в нашу систему. Потом, конечно же, в следующих видео мы будем разбирать, как это все можно упростить. И чтобы его прописать, нам нужно использовать вот эту вот команду. System, SetProperty. И прописать, значит, что нам нужно конкретно. В этом случае у нас будет WebDriver.Gecko.Driver. И здесь, сопятая, мы прописываем полностью путь к этому драйверу. В моем случае он вот какой. Итак, мы прописали полный путь к драйверу. Для того, чтобы прописать путь к драйверу, мы использовали System. Это Java-вский класс, который мы можем создать определенные property, то есть свойства. И свойства WebDriver.Gecko.Driver. Стандартное, значит, название свойства. Вы должны ровно это же прописать, чтобы оно работало. И прописываем путь до нашего драйвера. И вот, где находится этот Gecko-драйвер в моей системе. Вот он, Gecko-драйвер. А где же взять этот Gecko-драйвер? А взять его можно вот где. Если пойти на GitHub, Mozilla, Gecko-драйвер, слэш-релизис, можно скачать нужную нам версию. Естественно, есть проблема, что нужно скачивать последнюю версию, чтобы она была совместимой с Firefox, чтобы Firefox тоже был последний. То есть возникают такие проблемы. Для решения этих проблем используется тот же WebDriver Manager или Selenit. Но сегодня мы упрощенно все это рассматриваем, поэтому мы не будем этот вариант рассматривать. Давайте-ка нажмем кнопку Play побыстрее, чтобы оно все запустилось и заработало. Все, отлично сработало и сайт открылся. Видите, все хорошо. Можем останавливать наш тест. Далее, чтобы взаимодействовать с элементами на странице, а я напоминаю, нам нужно найти имя, email, адрес. Вот для этого нам необходимы локаторы. А что же такое локаторы? Локаторы, друзья, это способы идентификации объектов на веб-странице. Иногда нам приходится потрудиться для того, чтобы найти конкретный элемент на странице. В том плане, что, конечно, визуально-то мы его увидим, но вот для того, чтобы до него докопаться программно и достать это до него в коде, иногда приходится потрудиться. С чем же это связано? А связано с тем, что у каждого элемента объекта на странице есть разные локаторы. Иногда программисты не прописывают уникальное название для этого объекта. Например, можно написать first name, чтобы мы знали, что речь идет о имени пользователя, а можно не указать это. И оставить это все на тестировщика, который будет мучиться и пытаться найти с помощью разных локаторов объект. Самый главный локатор, с которым всем хочется работать и прям все хотят, чтобы он всегда был, это ID. То есть, когда мы прописываем непосредственно уникальные названия этого элемента. Допустим, name, да, или first name, или last name. Часто бывает такого, что нет. И тогда нам приходится изощряться. Например, мы можем искать элемент по названию класса, можно искать по названию ссылки. Для этого можем использовать, допустим, link text, такой локатор. Но, опять же, вы же прекрасно понимаете, что это все может поменяться. И если программист решит поменять название кнопки, а он так и решит поменять, то все перестанет работать. Потому что это не уникальное название объекта. Можно также по partial, link text, это частичный текст этой ссылки, тоже может поменяться, совсем плохой локатор. Но, когда выбора нет, приходится изощряться, искать разные пути. Соответственно, хорошо, когда у нас есть либо ID локатор, либо name, ну, либо на худой конец класс name, для того, чтобы найти определенный локатор. Если всего этого нет и выбора нет, приходится использовать самый медленный локатор, это XPath. Это, когда у нас нет других вариантов. Когда все остальное перепробовали, понимаем, что не получается. Тогда мы используем XPath. А XPath это что? Это полный путь до конкретного элемента на странице. То есть, HTML, то есть, как по тегам, да? HTML, потом H1, H2, H3, ну, какие-то другие разные теги, да? И мы докапываемся до определенного элемента. Допустим, этот элемент у нас button, да? То есть, кнопка. И вот приходится до него докапаться с помощью вот такого изощренного способа. Соответственно, XPath это самый плохой вариант, когда у нас нет другого выбора. Когда нам приходится полностью пробегать всю страницу от начала до конца. Чтобы найти определенный элемент. Но иногда вот так получается. Так что хорошо бы обсуждать с программистами сразу, что, окей, мы используем ID у каждого элемента. И все, не обсуждается. Но идеальных ситуаций не бывает. Итак, чтобы указать локатор, пишем driver.findElementBy. И дальше мы указываем, какой способ нахождения локатора мы будем использовать. То есть, by.id. Если указываем ID этого локатора. И после этого всего мы говорим, что с ним сделать. Допустим, клик, да? Вот он здесь. Самое важное. Как же нам найти название этого самого локатора? Каким образом? А очень просто. Мы находимся в браузере. Обычно это у вас будет либо Firefox, либо Chrome. Либо любой иной браузер. Но обычно все браузеры основаны на Chrome сейчас. Поэтому это все очень похоже. Нажимаем здесь правой кнопкой. И кнопку inspect. Либо инспектировать. Мы видим ID. Написано здесь. ID username. Вот этот ID нам и нужно использовать, чтобы взаимодействовать с нашим браузером с этой конкретной формочкой. User name. Далее мы прописываем метод, который мы используем. Это может быть либо клик, либо какой еще другой. После того, как мы нашли определенный элемент в иерархии веб-страницы, мы можем производить с ним определенные действия. Вот допустим клик. То есть нажать на какую-то определенную кнопку или ссылку. Потом send keys. Очень популярный также метод. Мы можем отправить определенную комбинацию символов, слов, чего угодно. Даже клавиш. Потом clear. Clear для того, чтобы стереть просто все, что находится в этом конкретном элементе. Допустим форме. Get text. Что получить текст из этой формы. То есть узнать, что там находится в данный момент. И допустим сравнить с тем, что мы ожидаем. Потом также методы isEnabled, isDisplayed, просто чтобы узнать состояние текущего элемента. То есть он включен или не включен. Отображен на экране или нет. И подобные тому методы. Мы используем send keys. Так как мы отправляем комбинацию клавиш. Мы пишем здесь имя пользователя. Пускай это будет John Don, допустим. К примеру, да? И мы отправляем это в нашу конкретную формочку. Далее изучаем другие поля. Вот допустим email. Также нажимаем inspect. И смотрим, что здесь. У нас здесь также ID user email есть. Давайте его сюда и пропишем. Копируем. И здесь вместо username напишем user email. Пускай email будет. Ну и к примеру. Дальше что прописываем? Остальные поля, естественно. Остальные поля у нас current address. Давайте только его заполним пока что. Inspect. У нас вот здесь есть ID current address. И отправляем здесь название. 123 test drive. Далее что инспектируем? Следующий элемент. Нажимаем правой кнопкой на submit. Inspect. А здесь у нас что? А у нас значит ID submit. Очень просто. На submit элемент мы будем использовать другой метод. Вместо send keys будем использовать клик. И все. То есть на этом моменте мы завершаем наш тест. Все что мы делаем, просто прокликиваем все эти опции. И нажимаем кнопку submit. Естественно в этом тесте мы еще не разбираем такую вещь как assert. То есть мы не разбираем как проверять. Как сравнивать значения. Что что ожидали и то что получилось. Но мы уже можем в принципе запускать тест. И посмотреть что какие то действия уже автоматизированы. Либо нажимаем play вот здесь вот вверху. Либо нажимаем play вот здесь вот в нашем классе или нашем методе. Мы можем запустить конкретный метод main. Давайте нажмем run main. Должно после этого открыть наш браузер и запустить в нем вот эти определенные инструкции. И вот происходит ввод в поля. Также после завершения тестов можем писать driver.quit. Вот это все завершит нашу сессию и закроет браузер. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Также есть телеграм канал в котором я опубликую интересную информацию. Всего доброго. А сенного. Спасибо.